Изменение глаголов по числам и падежам Изменение глаголов по числам и лицам Кирилл, определи, пожалуйста, время Я прыгаю, это настоящее время Ты прыгаешь, настоящее время Цветут сады и хлеб в полях растёт Остальные вещички У меня здесь целый образ, собранный стилистами бренда For Forms Это прям уже мой любимый бренд Потому что у них очень-очень классные всегда стильные вещи И, девочки, внимание, размерная сетка от 44 до 68 То есть на каждую прекрасную девушку найдётся классная стильная одежда Пуховичок — это просто пушка-бомба Потому что он тоненький, лёгенький И при этом он очень-очень тёплый зимний пуховик Есть ещё разные цвета Но обратите внимание Ещё это просто была моя мечта Классный вязаный костюмчик с такими широкими штанишками Так, всё сейчас применю Посмотрите, подготовила для Кирюши сюрприз Вот такой классный ночник в стиле Гарри Поттера Это косой переулок Он такой волшебный, магический Кажется, что есть какой-то проход туда-дальше Просто идеально сочетается с моей коллекцией книг Гарри Поттера Теперь Кирюшиной Это ещё, да, мои книги Тут одна, по-моему, докуплена А остальные покупались тогда, когда они выходили То есть эта прям коллекция собиралась мной Вот так, смотрите, ночник выглядит Там сзади даже вставка есть Сейчас покажу И там палочка волшебная Вот так, смотрите, выглядит Вообще там, я так понимаю, зеркало И за счёт этого такой вот магический эффект Ну, я думаю, что фанаты Гарри Поттера понимают Моё восхищение Так что-то из Гарри Поттера Ой, кстати, да Ну, а ещё ничего не замечаешь? Ещё замечаю салфетку Ну, ещё что-то, ещё что-то, ничего не замечаешь? Вау! Круто! Да как тебе? Круто! Я всё не могла понять, как оно включается Оказывается, тут наверху у Люмос И вот так оно включается Прикольно Даже кнопки нет Просто получается как-то сенсорно, что ли Класс! Магия в них он Смотрите, я один домик поставила на подоконник У меня здесь вот такая гирлянда висит И чтобы за диваном она не пряталась Я её вот такими штучками скрутила И положила на подоконник для красоты И несколько гирлянд засунула в домик И получился вот такой ночничок По этому же принципу у меня всё будет украшено И на тумбе под телевизором Но мы пока руки не дошли Ёлочку украсила гирляндой Теперь пришло время мой лес На тумбе украсить гирляндой Я одной гирляндой планирую всё здесь украсить Чтобы она включалась тоже в розетку А не зажигать всё по отдельности Всё будет одной гирляндой украшено Так, ну вот финальный результат Моего снежного лесного волшебного городка На тумбе под телевизором Я максимально довольна И самое главное Вся эта подсветка С одной розетки То есть я раз И всё погасло Ну кроме вот этих маленьких ёлочек И потом раз И всё Опять горит Как мне нравится зона вот эта новогодняя наша Как всё классно так получилось Вчера я ещё перебрала игрушки новогодние Из больших коробок переложила всё вот в эти коробочки И теперь тут хранится всё, что понадобится мне в этом году для украшения ёлки Украшу ёлку Вот тут у меня все украшения А потом эти коробки я использую ещё и под подарки То есть я вот раз купила коробки И теперь каждый год их использую под подарки Очень удобно и красиво смотрится Хотя в этом году у меня и так было красиво Потому что если вы заметили У меня там кашпо такое В этом году ёлка у нас не на подставке А в кашпо Как мы это организовали Сейчас покажу Самое простое было найти нужное кашпо А как вот сделать так, чтобы ёлка в нём не болталась За этим мы поехали в строительный Долго искали подходящий материал И нашли вот такие листы шумоизоляции Из этих листов мы вырезали несколько кругов По размеру кашпо По центру сделали надрезы крестом А дальше плотно вставили эти круги в кашпо Мы до последнего не знали Получится у нас или нет Но в итоге материал оказался весьма прочным И отлично удержал нашу ёлочку Мне кажется, получилось очень стильно И приятный бонус Ёлочка выросла на несколько сантиметров Как вам наша идея? Ещё я достала свою светильник-звезду Поставила на подоконник Рядом с домиком Блин, только она так разваливается вся Вот, но она на батарейках и быстро садится И у меня возникла идея Туда тоже запихнуть гирлянду Сейчас вот запихну и посмотрим, как получится Так, ну получилось как-то так Конечно, с гирляндой он не светится так ярко Как со своим родным светильничком Со своей родной лампочкой Но зато работает не от батареек А от сети И если захочется поярче Можно просто включить допом Ну, по крайней мере, даже без включения Смотрится тоже лучше, чем просто В общем, так началось всё просто с домика Потом свечки Потом этот светильник А теперь ещё пару ёлочек И мне кажется, тоже очень классная композиция получилась И классно так вот Мы любим на этом диване сидеть И смотреть в окошко На машинки проезжающие Там тоже у нас украсили аллею И мы с easier Baizzato Даже я неoperаю Спolithicка Подсказывай что-то Я люблю Лучше Аخ и ju Там Если Д잖아 Н Gracias Теперь Нужная Тястя Вниматься Как В магазине Бальсон Самый Шо За Папой И за мамой смотрелся, заметался, и в столбе один оставался. Ой, боюсь, 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 как сирена разливусь. Мама, говорите му-му-му, дай тебе поклепче обниму. Влю на месте, стоп, не потеряться, надо за руку держаться. Смотрите, какая у Кирюши ёлочка в этом году, он сам её полностью украшал. А это у него адвент такой, он его открывает. Адвент фигурок Фанки Попс, Марвел, новогодняя серия. Вот, он любит очень эти фигурки. И те фигурки, которые ему уже попались, вот он сюда их складывает на ёлочку. Как всегда, все вещи Фо Форумс, просто самое сердечко. Круто, что можно сразу вот так образ полностью подобрать, от обуви до верхней одежды. Очень крутая куртка, такая лёгенькая, приятная. Из плотного трикотажа костюм, я в него просто влюбилась. Ботиночки, это просто находка на зиму, такие изящные, при том, что очень тёплые. Ты, 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 я, мы собору я. Ты, я, ты, я, мы собору я. Ты, я, ты и я, мы собору я. Вот такая в итоге ёлочка получилась. Лёва её ещё решила перенарядить в новые игрушки, потому что ему понравились, он увидел эти звёздочки всякие, и сказал, что хочет их видеть на ёлочке. Вот такая милая малышка. Гирлянду ему тоже повесили. Это в прошлом году она у Кирюши в комнате висела, но он не захотел, поэтому мы Лёве повесили. Мы решили коврик сюда вернуть. Он обычно стоит зимой у ёлочки, а в остальное время у Кирюши у кровати. Всё-таки с ковриком гораздо уютнее. Тем более Лёва может повторить традицию прошлых лет и уснёт под ёлочкой. Да, Лёв? Да? Да. Как же классно стало с зеркалом. Напомню, что здесь у нас был просто фасад кухни, шкафа серый, а теперь у нас вот такое зеркало, которое просто очень классно создаёт такую иллюзию, как будто здесь тоже ёлка расширяет пространство. Так всё по-волшебному получилось. Я очень довольна. Долго, кстати, сомневалась, надо, не надо, но потом решила, надо. Так, уже самое время доставать нашу красоту. Это я как-то два года назад купила на ярмарке рождественской новогодней Угума вот такого пиноккио и вот такого милого щелкунчика. А ещё и он с ножом, вот. Скажи правильно, с ножом. С ножом. Вот так они теперь у нас под ёлочкой стоят. Прям Лёва и Кирюша. Всё-таки реально на коврике так классно посидеть у ёлки. А завтра, наверное, всё-таки дойдут у меня руки её украсить. Потому что игрушки в коробочках уже ждут не дождутся, когда мы начнём украшать. Продолжение следует... Картинка получилась. Я планировала это сделать как черновик, но в итоге под ту композицию, которую я запланировала, в принципе, вот такая маленькая малышка подходит. Картинка получилась. 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 Продолжение следует...